МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працу Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. У виртуальной просторы идея меркования пытания упаляпшения умов продпрымальницкой деяности. Долучиться может кожны. Рабочая группа протягивает разгляд заяв об вызволении от доплаты сбору на финансование державных расходов. Одной из самых проблемных оказалась ситуация с вязковцами, которые занимаются выключено подсобной господаркой. Протяг темы в сюжете Олега Синцерова. Сегодня интерактивная передача «Добрый вечер Гомель» запрашивает на вечерки. А сейчас об этом и иншим больше подробязно. У виртуальной просторы зараз идти активное обмеркование проблемных пытанья у сферы продпрымальницкой и в уголеэкономичной деяности. У отповедности с доручением администрации президента на национальном правовым интернет-портале права.by и правовым форуме Беларуси форум права.by створена специальная плясовка для того, как кожны мог выказать свои меркования об умовах ведения бизнеса в Украине. Работа накеревана на выявление лишних потребований, которые предъявляются до субъектов господарения, а также на удосконаливание контрольной деяности. И сейчас Национальный центр правовой информации избирает пропановы по этой проблематике. Для этого на правовым интернет-портале створена сторонка со зворотной совезью, а на правовым форуме Беларуси тема для меркования этого пытания. До 20-го саковека любой человек, не только представник субъектов господарения, может досылать и выносить на меркование свои пропановы. Например, связанные со скорочением колькости проверок и подстав для их проведения. Альботы, что тышатся администрационных барьеров, которые перешкоджают бизнесу. Створенные при выканавших комитетах рабочая группа протягивают разгляд заяв об вызволении от доплаты сбора на финансование державных расходов. Причем, ответная работа проводится на всех узровнях. Олег Сентюров подчинялся решениями, которые приняты в Ветковском районе. Самой проблемной тут оказалась ситуация с вязковцами, которые занимаются выключено подсобной господаркой. Агрогородок Малые Нямки Ветковского района, территория практически пограничная. Усяго просто некольких километров починается Российская Федерация. Правда, на местном житте это практически не отбивается, за выключением одного момента. Некоторые малонямковцы створили в России семьи и переехали туда на постоянное место жихарства, хоть и покинули белорусскую прописку. Калипу стало пытание по плате сбора на финансование державных расходов, створенной при сельвыконками рабочей группе, кожную такую ситуацию пришлось и разглядать индивидуально. У этом же списе оказались так само жанчина, якая перенесла неколькие операции, а тому протягой час не працавала, шмат детная мать и студент. После обмеркования подаденных заяв, гэтых людей от оплаты сбору вызвалили. Больше складанной оказалась ситуация с вязковцами, якие не працуются на предприемствах, а не займаются выключено подсобной господаркой. Хоть и тут расшение значли худко. Уречте, усе члены комиссии живут у сельской мясовости и доброведуясь, что это такое – працавать на земле. Это тяжелый труд. Это только кто не пробовал держать коров свиней, тот считает, что хорошо у вас все свое. Но, как я всегда говорила, на селе у нас нет ни выходных, ни проходных, я не знаю, как назвать это. Тяжелый физический труд. Позволение от сбору на финансовании державных расходов утромал и Юрий Климушка. Его семья – это женка и трое детей. Неколь мужчина працавау рабочим на ферме, когда после раскорочения працавного места выросшел заняться пособной господаркой. Зараз на подворку, когда 25 курей прикладно стойкиш свинью и корова плюс гектар земли. Правда, не выключено, что уже весной эта площадь повеличится еще на 3 гектары. Кажет, что варианты регистрации у якости фермера, поколь не разглядая, тут уже совсем иншая масштаба в творчестве, але додатковую землю у аренду верогодно возьмем. Если земля будет, увеличим по голове свиней плюс еще дополнительно одну корову и около сотни-две курей бролеров добавим. Сегодня, когда 60 же коров Малонемковского гостей совета працуют у местовой господарцы, прикладно стойкиш у социальной сферы. С категории так званых утроманцев тут оказался только один человек. Для максимумасти уплаты сбору взаимверогодно будет заключенный працованный договор. Северный максимум шляхов занятости сельского населенства работают по добропорадкованию. С непрацующими сельсовет может заключить договор, как попробовать огороджить и покосить траву. Правда, работа это все-таки часовая и притягивается с кроссовика максимум по костричник. На сегодняшний день все сворота вязковцев об уплате сбору на финансование державных расходов в Малонемковском сельсовете разгледжены. Становочие расшения отримали все вязковцы, у речи гэта таксама вот почасть продуктов харчавання, які у агольном караваи не дичние. Александров, Павел Антонов, телерадокомпания Гомель, Ветковский район. Тему декрета номер 3 обмярковывали напередань и упрацовным коллективе открытых акционерного товарыства «Электроаппаратура». Сустречу с работниками провел керавник администрации Чегуночного района Гомеля Виталь Уткин. Станом справ и пытаниями, что хвалють коллектив, подсекавился Дмитрий Котов. Гомельская электроаппаратура выпуская продукцию бытового призначения, переважно газовые и электричные плиты. Больше 60% продукции еден на экспорт. Сирот основных замежных партнеров Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан и Польша. Керавник администрации Чегуночного района Виталь Уткин выказывая подяку працонному коллективу за добрые выники. Ширая размова закрана и пытаний, связанные с реализацией декрета номер 3. Зразумело, для коллектива поспехового предприемства тема не зусим актуальная. Але ж у кожного есть уродные сябры, які по тих тінших причинах могли трапить падение документа. И тому огученная информация не буде лишней. Коли человек отримал поведомление об необходности уплатить сбор, але знаходиться у тяжкой житевой ситуации, и он зауседы може звернуться за допомогой. Если у человека временное затруднение, то я уверена и я наслышана, что люди идут и на местах, и в налоговую, и идут в горе с полкомы, и везде очень корректно, понятно, объясняют. Кому-то дают отсрочки, кого-то освобождают. У каждого свои аргументы, просто принеси документы. Основания на все надо. Мое отношение однозначно к декрету номер 3. Работать, зарабатывать и платить налоги. Межтым, складанная житевая ситуация далека не у кожного. Некто набывает дорогую майомость, отпочивая на курортах, однако не удельнейшая у финансовании державных выдатков. При этом на ровне с добросумленными плательщиками користается социальными выгодами у нашей краине, бесплатными адекватной и медициной, добрыми дорогами. У нас вышитывают и мы платим, всегда платим. Я против, чтобы молодые люди и такого возраста где-то 40 не работали. Как это так не работать? Платить выдатки повинен кожный. Г этой думки притримливаются и инши работники предприемства. Только праце и с уместными намаганиями махчима побудовать моцную и квитнейшую краину. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня подчас посаджения президиума Гомельского областного объединения профсоюза обмерковали выполнение решения 5-го пленума Совета Федерации профсоюза в Беларуси. Сярод основных задач – створение новых первичных организаций и заключение коллективных договоров. Профсоюзные организации повинны быть на каждом предприемстве незалежно от формы властности. Так, летость было створено 67 новых первичек у темлику 49 у недержавном секторе экономики. Сярод актуальных питаний, так само профилактика вытворчего травматизма. Техничные инспекторы працы в минулом году провели мониторинг больше, как на 900 предприемствах в области. Выявлено около 10 тысяч порушений. Поставлена задача повысить эффективность контроля. Особливая роль отведена громадским инспекторам, які по кульню полной меры задействованы в выражении проблемы. Плануется узмацнить работу у сферы коллективно-правового регулирования. В тех организациях, где созданы первичные профсоюзные организации, будем добиваться создания и принятия коллективного договора. Усилим свою работу, чтобы коллективные договоры были направлены на социальную защиту, на улучшение социальной защиты граждан, на повышение заработной платы, на увеличение производительности труда. У Гомельским державным колледже народных мастацких промыслов открылась выставочная зала «Христианские сюжеты у мастацтве». Гэты проект «Творчая оборона дипломных работ». Штогод выпускники установы объедновывают свои намагания у распрацовцы один агатематичного проекта. Селета будучи дизайнеры займались оформлением выставочной залы, присвеченной христианским мотивам. Рельефные композиции адлюстровывают иконографию, починаючи от створения света вавилонской вежи до хронологии життя Иисуса Христа. Гэта «Воскрешение» и «Узнясение». Сюда выходят репродукции живописных полотнов и икона, так само текстовое описание. Другая частка – поменьшенная копии таких православных сбудований региона, как Свято-Микольский Мушинский монастыр в Гомеле, Успенский собор в Речице, Свято-Покровская церква в Корме. Сегодня интерактивная передача «Добрый вечер! Гомель» запрашает на вечерки. Ведучая с позиции сучасников меркуют культурные элементы проведения традиционных вечеров наших продков по-русску и по-беларуску. Обеднают на одной пляцовце серьезную размову, гульню, танцы и спевы. А гости программы расскажут, как вечер в народном стиле может конкурировать с иншими займальными молодежными занятками. Глядите «Добрый вечер! Гомель» сегодня на 20.35 на Беларусь 4. На этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин